Итак, продолжаем. Наш последний урок по моделированию здания. На сегодняшний урок мы с вами поговорим об экспорте объекта, о назначении шейдеров и также о новом объекте. Так, здание у нас готово. Давайте мы сейчас с вами соберем все текстуры в кучу, которые мы с вами создали. Помните, да? Делаем таким способом. Сбросим материалы все. Перейдем на первый квадратик наш и нажмем Get Material. Здесь мы выберем сцены. Как видите, у нас здесь три материала, мультиматериала. Так как у нас объект состоит из трех объектов. Цена состоит из трех объектов. Видите, да? Три объекта находятся в нашей сцене. Так, два раза клавишей левой кнопкой мыши материал установится в нужную ячейку. И третий материал. Вот. И сейчас мы с вами загрузили материалы. Если вы хотите просмотреть, какие материалы используются, достаточно, значит, из-за клавиши Material Map мы видим, какие материалы использовались. Либо во втором случае, на втором объекте и в третьем. Так, здание готово у нас к экспорту. Переходим в вкладку утилиты. Сталкер экспорт. Делаем CTRL-A. Выделим все объекты. Вот видите, у нас это образилось и справа внизу. Количество объектов встроим. И делаем экспорт-эдитор объект. Убираем нашу рабочую папочку SDK. RoadData. Объекты. И пропишем его building. Как мы видим, прошло сохранение объекта. Все нормально. Сколько полигонов, точек и так далее. Текстуры. Вот экспорт прошел успешно. Откроем наш Level Editor. Перезагрузим объекты, которые у нас есть. Эдитры. Что мы сейчас с вами добавили? Нужно сделать перезагрузочку, чтобы эдитер распознал объект, тот, который мы сейчас с вами добавили. Вот мы нашел в библиотеке. Открываем библиотеку объектов. Вот. И мы сейчас с вами настроим материалы и шейдеры нашего объекта. Итак, открываем папочку Export Mask, что мы экспортировали. и открываем Billions Mode. Давайте сделаем, чтобы этот объект отображался. Вот он объект отобразился у нас. Но мы с вами забыли сделать небольшую корректировочку. Вот. Мы забыли с вами этот объект масштабировать. Давайте мы с вами вернемся опять на наш 3D Max и сделаем масштабирование нашего объекта. Так, давайте мы сцену подгрузим клавишу Import в RG. Присоедините сцену. У меня есть готова модель Талкера. Вот. И мы его подгружаем в цену для изменения размера. Нажимаем клавишу Ctrl и инвертируем выделение в клавишу Scalib. Мы с вами сужаем и уменьшаем этот объект в наш домик. Нам понадобится еще небольшое уменьшение. Давайте перейдем боковую раскладку к клавиатуре в нашей панели. Вот. Таким способом. И будем добиваться изменения разрешения размера нашего объекта, чтобы нам его подвести. Видите, да, почти мы подвели размер. Давайте мы нашего сталкера подведем поближе к дверям, чтобы видно было его. Вот. Мы будем регулировать высоту по двери. Видите, да, давайте чуть-чуть немножко увеличим. Увеличим. Вот таким вот способом мы с вами добились увеличения подгонки объекта под нашу игру. Видите, да? фактически подошли так, как нам нужно было. Все, теперь нашу модель сталкера можно удалять, но нам больше не нужна. Вот. И опять повторно Ctrl-A полностью все выделение Export Max и делаем экспорт объекта. Так, объекты Build Small сохранить. Все, экспорт прошел успешно. Открываем нашу Level и Деду. Делаем опять перезагрузку объектов цен. Объектов как в эдиторе что у нас есть. Так, произошло. Теперь библиотеку объектов открываем. сейчас вот наша библиотека отображения дом сообразили. Так, мы видим что у нас домик загрузился на нужных размерах параметров. Так, давайте мы с вами настроим материалы. Переходим к вкладочку Parapetus. здесь у нас отображаются материалы и шейдеры которые мы должны присвоить нашему объекту. Также есть здесь пипетка Droper с помощью которой можно находить какие-то текстуры на объекте. Она будет подображать их. Допустим если мы дотронемся до шифера до крыши видите сразу у нас перешло что это рук смола. Если до кирпича приходит брик. Это сделано для облегчения поиска именно текстур на этом данном объекте. Итак первый у нас идет это FACO колеси это у нас будет данный объект поэтому здесь материал ставим материал OS следующее BRICS назначаем материал BRICS бетон назначаем материал бетона конкретно смола назначаем материал асфальта досок мы назначаем WOODENBOARD это именно доски если WOOD это твердодеревядные поверхности так столбы деревья следующее идет стена стена обозначает материал штукатурки это стука также для дверной коробки мы назначаем материал WOODENBOARD и для потолка также материал у нас будет штукатурка стука домик у нас готов вы можете сделать для него скриншот чтобы потом в дальнейшем было видно какой дом вы выбираете нажимаем клавишу SAVE так все готово есть еще второй вариант создания NOM объектов нашего здания давайте мы с вами скроем этот материал скроем объект этот эти объекты мы все удалим так мы видим что вот этот наш объект вырезанный дверью будем считать мы его создавали отдельно вот и мы его экспортируем здесь также можно сделать экспорт LOW но по каким-то причинам у меня X-модель экспорта не работает так и назовем его build small OS сохраняем сохранение прошло успешно следующее перезагружаем библиотеку открываем библиотеку объектов вот и мы видим вот именно наш вот этот объект который мы с вами экспортировали перейдем настройки здесь мы ничего не наводим не добавляем никаких материалов единственное что мы перейдем в mine optins и вместо статического объекта присваиваем ему NOM видите да вот у нас появился NOM объект можете поставить ему в настройках 2 seeded с двух сторон чтобы он отображался и держал именно что с двух сторон создавал стеночку также если мы посмотрим в настройках mine optins есть такая вещь как sound колючность это объекты что-то типа NOM объектов только которые ограничивают звучание внутри этого объекта будет проигрываться звук и извне с внешней стороны звук будет глушиться эти объекты также создают для помещений пещер все остальное sound uploader нам сейчас в данном случае нужен NOM так мы с вами создали NOM объекты также давайте мы присвоим скриншот и чтобы поставить нам объект на нашу сцену желательно сразу устанавливайте два объекта включим multi-appended это для того чтобы вам одновременно загрузить два объекта открываем export max и мы с вами загружаем building small building ос чтобы одновременно могли двигать перемещать перетаскивать этот объект вот так как у нас на нашем билдинге уже есть изначально уже установленная именно что ос система уже стоит ос объект давайте мы просто поставим этот объект на сцену проверим его работоспособность так на домик поставили давайте мы теперь с вами сейчас проверим правильно мы создали этот объект переходим в кладочку сектора клавишу add и внутри помещения create new мы создали сектор и создадим дефолтовый как видите у нас два сектора наружный сектор и внутренний сектор теперь включим порталы и сделаем просчет портала компиляцию всех порталов видите да что у нас получилось здание наружнее есть в дверях портал видите и внутри второй сектор это нужно для того чтобы разгрузить и сделать эпидемизацию для игры при попадании в здание наружнее все спаун объекты исчезают уходят в онлайн в оффлайн при выходе из этого здания все появляется вновь но то что было в здании уходит в оффлайн спасибо на этом все с вами был я Андрей Непряхин уходят уходят в оффлайн Продолжение следует...